В прокат выходит новый фильм Асхара Фархади, человека из Ирана, из очень модной страны с точки зрения кинематографа. И у него в послужном списке есть такой фильм, как «Развод», который отлично себя показал на Берлинском кинофестивале, а потом на премию «Оскар». А это его новая, совершенно такая легенькая мелодрама. Вот все, как вы любите, чтобы все было просто, но при этом был запутанный сюжет, кадры были очень красивые люди, говорили они на испанском. И один из них будет Хавер Бардем, а второй будет Пенелопа Круз. И что бы вы подумали, да неужели снова их герои на экране испытывают друг другу сложную гамму чувств? Короче, рассказываю. Тем более, что Пенелопа Круз и Хавер Бардем здесь самое интересное, что есть на экране. Какая ты красивая. Есть у нас история о большой семье. Вот они все встретились, и все бы это замечательно. Но вдруг пропадает доченька, девочка, такая молодая, кровь с молоком девушка. И все-то завертелось. И эта пропажа, это исчезновение становится инерционным толчком, чтобы мы вслед за героями разобрались, что у них там переплелось-то в прошлом. И почему этот фильм-то называется «Лабиринты прошлого». А не, например, «Лабиринты фавна» или «Гости из будущего» или еще как-нибудь иначе. Да все очень просто. Оказывается, у каждого из нас, дорогие друзья, если вы не в курсе, 10 лет и в шкафу. Если ты когда-то полюбил девочку, то тебе через 10, 20, 30 лет. Но придется за это ответить. Вот такие у меня для вас новости, друзья. Твоя мама и Пака были влюблены. Серьезно? В целом это все как бы такой квази-иранско-испанский вишневый сад. И вроде бы хочется тут разговаривать о Чехове и находить этому поводы. Но нет. На самом деле это чистенькая, аккуратненькая такая европейская мелодрама, которой совершенно нельзя углядеть какую-то там индивидуальность. Выцепить здесь тот самый авторский стиль, за который когда-то Аскарх в Пархаде был очень и очень щедро награжден. Он, возможно, уж слишком авансом. И ничего тут нет плохого. Да и хорошего не так уж много. Ну, все тот же самый Хавьер Барде. Но мы же поклялись. Они все лгут. Нужно понять, кому это известно. Здесь он, знаете, такой рубашки. Он ее как бы заправляет, но она немножечко на размер больше. И от этого она на ветру так развивается. И он немножечко на колобка похож. Ну, видно, что есть в нем мощь, сила, теплота. И так он страдает по Пенелопе. А Пенелопа какая? Ну, всегда красивая, всегда уместная. Да и остальные, ну, стараются. И пейзажи, ну, красивые. И вино, ну, кто же против вина? А если доченька-то ваша пропадет? Ну, неужели вы не отдадите последнюю рубашку, чтобы ее спасти? Ну, конечно, да. Я же вас верю. Вы какие у меня классные кинозрители. В общем, что могу сказать? Ничего с вами плохого не случится, если вы на этот фильм сходите. Но, подозреваю, и ничего хорошего тоже. Так что, выбор за вами.